всем привет дорогие друзья вы смотрите войну за кольцо за эльфов против всех сегодня моя задница будет очень сильно страдать по ходу потому что у нас есть два матча в которых я скорее всего проиграю здесь из-за того что тут есть летающий нас гол и здесь из-за того что здесь просто дохрена всего я один нету правда армия есть но это мне не поможет вообще никак а где батя а вот батя спрятался за ладно давайте начнем с самого простого мина стилит если он не закроет врата то в принципе проблем вообще в захвате этой крепости не должно быть потому что войск у него нет никаких только рабочие пока он там будет что-то строить мы все снесем да и в принципе даже если он закроет врата опять таки это же ванила страта тут можно сносить но навением ветра плевком просто соответственно плеваться мы умеем мы шельфы у нас еще и лошади плются угол как тут в общем строить ничего не нужно но как бы на всякий случай на штампу из зданий вдруг он там построить чего-то я сосну до обилки обилки сразу же вот так сделаем потому что свет амана топчик пинты просто не помешают ну все начинаем плеваться туда ой ты чего сюда идем не ну в целом как бы немного неправильно поступаю потому что нужно чтобы пешие бодланы били ближнем бою а стрелюны как бы сзади стояли я делаю наоборот вот он конечно любезно открыл мне но да мы же все знаем что это уловка вот хитрый я тоже так раньше поступал так что сносим теперь самое важное это рабочий убиваем рабочих потому что но опять таки нам не нужно тянуть вообще этот матч никак так что сносим и сразу же стадель пойдем сносить мы нашли трактир здрасьте ти эй не надо нападать на моего строителя ну все как бы да это было очень сложно у нас будет теперь вот все эти обилки которые есть сейчас и еще разрыв в облаках будет шикарно потом пойдем на ривендаул там будет еще 10 очков замечательно и x а красный у нас еще кто а ты сдал гулдур слушайте мы красного практически снесли я только не понимаю где его герои может ему кто-то даст территорию слушайте а красного надо бы надо бы добивать обязательно ну ладно ривендаул теперь ух ты у него много войск тут очень даже так первым делом заливаем экспу и побежали эти уровни четвертые и вторые ништяк а пойдем с этой стороны стоп чего только пять очков заполучил а понял понял мне на следующем ходу дадут их сигналка нам не нужно просто убиваем врагов ой 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 грустненько грустненько мы никого не потеряли это самое главное но как-то да грустненько было близко я броню же всем сделал хорошо таки тоже в смысле стрелы вы не подумайте ничего лишнего на просто стрелы они очень похожи на клинки а клинки на стрелы а гоблины на эльфов эльфы на быдло вот поэтому ну ладно на самом деле это гномы быдло эльфы они не быдло они интеллигенты зачем я кто-нибудь может мне объяснить зачем я сношу этот тоннель ведь это не нужно вот что нужно сносить к сожалению мы не построим больше никаких войск тут дополнительных постольку поскольку мы не успеем это сделать ну-ка куда-то пойдешь два рабочих значит этого мы сейчас добьем последний рабочий пустим себе что-нибудь строит хотя в целом я думаю что мы можем отправить лига ваза стойте сюда сначала мы зальем опыт затем отправим лига ваза искать рабочего последнего о ништяк дофига опыта мы так за пару сражений наварим себе максимальные уровни да это было намного проще чем я думал казарму он больше не построил живем эх жаль конечно что пределы населения есть себе так и не успел построить я бы не отказался еще от каких-нибудь отрядов все-таки армия конечно у меня тут неплохая но слабая могло бы быть сильнее намного ну ладно в любом случае имеем что имеем и мы заполучили себе еще одну крепость то есть у нас только одна проблема это вверх чем ближе к гномом и долгу лдур тем хуже и хуже все ладно это самое плохое давайте вот это бой 3 отряда конницы с другой же стороны есть еще и плюс к примеру если мне удастся все таки спастись здесь и отбиться то у меня будет достаточно войск крепости чтобы никто больше не смог позариться на мои владения к тому же это крепость все таки получше в плане защитных свойств чем долгу лдур потому что здесь есть бабочки а аж 3 бордели то есть прям ну можно надеяться на спам войск не особо палец по поводу денег мы наверное суицидным всю эту конницу в попытке хоть кого-нибудь забрать забрать нам нужно аж 4 мать его бота давайте давайте минус один рабочий чем чем больше всадников мы обменяем на его работяг тем лучше точнее неправильно чем больше работяг мы обменяем на наших всадников вот-вот-вот более правильно будет пока нет его героев вообще супер все шикарным не шикарным на самом деле ну пожалуйста есть убили убили может я рано делаю походу я рановато грейды делаю броня получше зайдет так там побегаем чтобы меньше челиков нападали на нас с этой стороны главное чтобы летающий никуда не ушел все будет хорошо ну мне кажется мы достаточно рабочих ему слили даже кто-то умер нет нет неплохо неплохо но еще один давай братишка да ладно тебе блин замышел обгналась еще нет нет не будет халявы еще один есть ну минус конец к сожалению да минус вся конница обидно немного но в целом у нас все хорошо волки там тоже сливаются все замечательно кроме этого вот вот это вот это вообще отстой типа я не понял какого хрена так сюда побежали срочно и нам нужны доспехи нет ушел обошел обмара зота нарушает законы физики алё ты чё делаешь а ну или нормально нормально я имел ввиду что хорошо было бы если бы она умерла тут да все хорошо так броню я начинаю грядить отлично я чувствую богатырскую силушку пора показать ее ботам мне немного беспокоит наличие у него летающего нас гуля но в целом я и реально ощущаю силушку поэтому мы сейчас выберемся из крепости этой душной и навестим врагов армия у нас более-менее приличная такая божеская человеческая короче хоть они на на из эльфов состоит но она прям такая человеческая так сначала мы закрыли броню мечником потому что они у нас основное мясо затем копейщиком потому что они не основное мясо им позицию яйки оружи к полю на нас напали небо пути мне этот стрел внимание замечательно так сейчас еще один малон надо побеспокоиться об экономике в первую очередь потому что ну кто его знает что меня сейчас ждет что они там успели настроить не в пол вполне могли крепость настроить так кстати большое спасибо всем знатокам войне за кольцо я понятия не имел что на карте может быть только одна крепость если там ну то есть например если две точки и одну точку занимаю я то вторая точка будет крепостью врагов то есть я в некоторых матчах реально зря сдавался можно было сражаться я думал что они все обстроили то есть теперь я понимаю что крепость может быть только здесь соответственно я боюсь только одного бота пусть против меня и 4 но на самом-то деле угрозу представляет только один который может из крепости рабочих штампануть и засрать всю территорию другие конечно тоже много войск строят все дела но это хотя бы как-то регулируется их количеством зданий и рабочими и прочим и я что внезапно сосну блин ну это ёпт ты шутишь ненавижу когда вот так делает пожалуйста убейте его хорошо он хотя бы остановился ну короче от моя вина надо было закрыть калитку меч это уже расслабился думал что все хорошо будет все минус рогаш сделаем здесь дырку все сюда так это будет наше подкрепление сейчас стрелы сделаем ну короче у нас будет шикарный гарнизон который никто никогда в жизни не сможет пробить так что тут у нас все хорошо сверху мы скорее всего всрем но я буду надеяться но в принципе там элранд прокачен то есть мне надо будет просто задаваться какое-то время и наварить себе очень-очень много предела населения если получится то я смогу выиграть так стрелы пожалуйста мне сюда и последний отряд все замечательно пауки пусть сваливают куда-нибудь мы уже пойдем пытаться сносить ему здание еще вот это сделаем шикардос вот сейчас я немного обеспокоен тем что я не выбрал разрыв в облаках можно было избежать множество проблем ну летающий рипнулся быстро это хорошо ладно еще не рипнулся но она скоро очень скоро да давайте возвращайтесь не бойтесь всего всего лишь летающая курица и все да ладно тебе это неожиданно эти снова боятся вот как бы челики которые получили на себя весь удар и не боятся лучники боятся что с ними не так эти эльфы какие-то странные так нам нужно больше бодланов пожалуй даже еще один отряд чернолесов не помешает отходим закинем сюда двух винтов меня немного беспокоит здание третьего уровня там поэтому не помешало бы избавиться от них с меньшими потерями но не то чтобы мне нужно как-то не терять войска в этом матче но в целом пусть живут как бы почему бы и нет сделаем клинки прям из лесных краев неплохо а минус 0 1 красава гном 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 7 7 7 8 7 8 9 9 10 9 10 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 могло быть и хуже на самом деле мы переждем на держит скотина гори мразь ну что ж не все так плохо как я думал может быть даже нет 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 я не смогу выиграть то что сверху как же грустно как же вас много сволочи еще и с войсками у нас 12 отрядов но только пехота так этот пустой эти немного дейловцев притащили здесь тоже немного но в целом эти две армии уже как одна моя только не знаю есть ли у них грейды здесь дофига но это гоблины правда но все равно дофига и сам дракон и здесь еще пачка неплохая блин за что увы я не обратил внимание сколько там точек но будем разбираться в процессе стой чего а ну кстати а мы реально могли бы здесь окопаться странно они не здесь илья промахнулся я пожалуй разрыв разрыв возьму да это дает какие-то бафы нет жаль один 800 предела населения как мне сделать лучников я просто не понятия не имею это сколько нужно стой назад они возле меня оят стой какой вышки 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 да блин серьезно сверху ты чего алёва ах вы ж мрази не смей сносить крепость скотина ты тупая все валим отсюда оставим одного твою же мамку пожалуйста минус нити троля хорошо но не трогай строитель и скотина назад отправимся вперед блин добил все-таки там гном еще бегает и сразу к ч у о нет самое самое плохое это вот она только нет пожалуйста рабочего не трогай крепость минус 0 и сволочь нет рабочий ай почему у вас так много хоть бы морда рубить засранцы как же вас я не смогу блин жопа туда же проблему не только в лет ну ладно летающий если бы его не было было бы проще но проблема не только в летающим проблема блин во всем их тупо слишком много я бота кстати не убил потому что он свалил да он свалил поражение такая большая пачка но я конечно сам частично виноват если бы пару лучников сделал парочку хотя бы отрядов может быть все было бы по-другому да ты шутишь нет ты почему туда ушел батя ты совсем что ли идиот ты бухой ты зачем туда ушел сюда иди ёб твою мать а как мне теперь отбиваться ох ох блин я не понимаю что мне теперь делать батюш хана все и они сюда щас нападут я бы вместе с ним бы как-то более-менее мог бы отбиться я не могу перепрыгнуть это просто чудесно что делать так у нас тут пачка здесь у нас мало войск здесь тоже но в принципе за эту крепость я не боюсь отсюда можно выделить аж четыре отряда куда-нибудь сюда например сюда можно выделить вот этот и вот этот в таком случае но блин если вся эта пачка нападет на одну территорию какую-то мне хана разделять войска не имеет смысла вообще ну да вообще никакого смысла не имеет может быть я тогда сколько у меня пределом отлично все сюда заберу хотя бы эту удержу территорию потому что но это пропадет точно элранда куда-нибудь ну будем бегать элрандом в таком случае попытаемся ему армию сделать надеюсь если он сможет пройти туда так здесь я в принципе не боюсь небольшие опасения за изенгард но в целом я думаю что можно будет отбить эти атаки тут все пустые бегают бот так что я думаю можно даже вот так сделать если получится то мы с этой стороны придем халдером отдадим ривенделл или даже не отдадим а защитим его это прям будет идеально и с этой стороны вернемся и начнем отбивать территории это пусть сидит ну эта территория по сути весь этот кусок он не является угрозой абсолютно никакой тут еще халдер с пачкой хотя она небольшая не он почему-то не нападает но он наверняка испугался вот этой территории сейчас он нападет вот глор у нас пойдет ну как бы нужно отбивать красные территории опять таки здесь я не вижу никаких мощных сил так что минастерит мы оставим без прикрытия какого-либо трандича надо бы комплектовать что ли вот это интересно куда мне его отправить ну долгулдур было бы неплохо снова себе отхватить ладно пойдем сюда будем надеяться что мы отобьемся ну у них большие армии пять отрядов и качи четыре отряда плюс два героя и ешкин кот семь отрядов плюс катапульта и дайн ну вообще-то стрёмно но как-то попытаемся задеваться ну что ж ладно гопа попробуем чего трандуил остался в рохане то что они разделились это хорошо и они напали все на эту территорию это на самом деле тоже очень хорошо здесь у нас есть шанс отбиться только я не понял а вот эти вот эти пошли на мою территорию просто идеально то есть у нас есть легкая битва здесь агроном скотина пытается отхватить территорию куда делись а эти остались там замечательно ну что ж давайте мы попытаемся вот это пройти так у нас здесь преимущество как бы плюс у нас куча бабла давайте-ка сделаем вот так и так чего тут на р наверное стрелы теперь так конницу один бинт всю пачку на второй бинт четыре бота я думаю вот так будет неплохо так они уже нападают будем здесь дефаться блин она чё-то не прокачалась я здесь смотрите скорее ух ты потери как же это в тему сейчас мне бы батю сюда батя бы пол пачки забрал бы одной обилкой только ну ладно могло быть хуже чёрт возьми могло быть намного намного хуже так так я видел там бордель у рабочих так рабочих обязательно вырезаем и нужно захватить бордель здание пусть стоят они не являются угрозой но вот холопы роханские являются угрозой там как раз таки бордель но если они будут захватывать то мы в спину их сожрём блин они не захватывают это нехорошо о вот это хорошо вот это очень хорошо повезло четвертый уровень а нам нужен десятый и нам нужны налдор обязательно этим мы и займёмся и налдор мы перекинем бате или хотя бы он будет здесь стоять если получится в принципе чисто теоретически мы можем с батей там нормально посражаться блин минус один отряд тоже печально и сами себе можем там наварить налдор иди обратно и здесь будет тоже отряд для арвена нормально план хорош план просто шикарен так еще один бордель сейчас захватим еще бы пределок где-то население набрать ну будем будем без без ресурсов короче строить без зенкома ухты он прям решил что конец это прям самая большая угроза для него это хорошо мы снесем тогда то что можно не помешало бы ей добить уровень не понимаю почему или это просто забаговалась что она так много опыта получила за кого-то там вроде как по два уровня на одну миссию можно взять всего лишь но как бы я все равно могу тогда получить уровень только мало как-то прям совсем мало дает в лес рабочий повезло заберем крип начала спит я не спрошу не и м и м а и м м а здесь точнее сейчас разрыв будет а м м такое впечатление что они там себе крепость отстроили давайте сбегаем глянем скотина это называется грязный трюк много всего а я почему испугался и разрыв что лет гнома отходим блин нифига себе бейте гада замечательно как бы могло быть намного намного хуже меня только предел беспокоит в целом нормально так сделаем ее пеший чтобы она немного прокачалась ух нифига джакончики а окей не такие мощные как я думал ох а боты тем временем уже себе прямо целую крепость отстроили не в том плане что вы подумали но все же у нас как бы есть план б который заключается в том что у нас будет две двадцать пятки я надеюсь что мы все здания снесем с помощью этих двадцать пятачок блин нет только не катапульта все плохо все плохо отступаем блин а то катапульта бы избавились крепость гоблинская то есть вполне возможно что всех рабочих гнома мы уже убили я конечно не уверен но как говорит арвин надежда умирает последний что я могу что-ли еще не построить отходи торопись покупай живопись нельзя хорошо но нет не хорошо но хорошо что мы их не потеряли так отнимем себе аванпост построим себе малорн еще пару минут ничего так поперли сюда надежда умирает последний надо отжать 2 ванпост стой все по местам следите за врагом поставим статую ты на чеку все по местам начать стрельбу и врагов и не мы готовы к сражению в наших сердцах врага так отлично шикарненько шикарненько надежда умирает последний за дом эмвенда а эмвен уилтен лерри смерть скором мировом плотнее строй не сдавайтесь нам пока вперед у нас мало времени сносить нужно гнома ой но мы сейчас соснем тут все стреляет не надо не стреляй я исцелитель небо потемнеет отстрел у нас мало времени со мной в наших сердцах отвага все по местам мы старше наконец-то в наших сердцах отвага кстати захватываем но мы реально больше ничего не осталось то есть то есть мы его сейчас пронесем а ну хотя еще одно здание и оно близко к вышке нехорошо печально что арвин по факту бесполезная потому что стоп ничто не хватает я не могу больше построить потому что ее единственная полезная обилка только на десятом уровне открывается здесь сама обилка конечно топ просто я ее буду полдня прокачивать у меня элрон самый прокачанный по сути он даже близко не десятого уровня беда тем временем я начал просаживаться да нет ох беда 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 потери отходим минус ар нет не минус не минус хорошо все назад сделаем флаги о отлично противник сдался как вовремя то блин это прям реально вовремя я чуть не просрал всю пачку вот красавчик спасибо тебе просто я бы поаплодировал но микрофон близко будет дудос класс ну что ж ребятки на этом я закончу всем спасибо за внимание в следующей серии мы узнаем сможем ли отбить вот этих двух но в целом мне кажется что кризис миновал и мы уже двигаемся к победе всем пока и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»